Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о проливах Босфоры-Дарданеллы. Для этого у нас в гостях собеседник Политоа Крустам Бурнаш. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Казахстан вообще-то страна сухопутная, можно сказать, в центре Евразии, но Босфоры-Дарданеллы для нас проливы не чужие. Например, нефть, которая с месторождения Тенгиз по Каспийскому трубопроводному консорциуму поступает в Новороссийск, дальше грузится в танкеры и двигается через Босфоры-Дарданеллы к покупателям в Средиземном море и так далее. Вот в этой связи последние события между Россией и Турцией, насколько серьезную угрозу они составляют для судоходства в этих проливах? Ну, с точки зрения геополитических оценок. Ну, на самом деле, смотря для какого судоходства на самом деле, дело в том, что сам статус этих проливов, который был закреплен еще в 1936 году, да, то есть и формат управления, он четко разделяет, ну, скажем так, он строится на двух принципах, да, это принцип открытого моря, с одной стороны, и с другой стороны принцип турецкого суверенитета над проливами. Соответственно, принцип открытого моря распространяется на практически все гражданское судоходство в зоне проливов. Соответственно, если Турция выполняет взятые на себя международные обязательства, то никоим образом повлиять на транспортное судоходство Турция в данном случае просто-напросто не может. Другой вопрос, что понятно, все это достаточно относительно, да, в том плане, что, ну, при желании всегда можно найти причину, почему тот или иной корабль не может вовремя пройти ту или иную точку, да, там, просто традиционно ссылаясь, например, там, на какой-то очень тяжелый трафик. Ну, я так понял, там поводов ссылаться просто огромное количество, да, потому что, ну, то есть сам Стамбул, многомиллионный город, в проливе там могут ввести там взрывчатые вещества, химические вещества, легко воспламеняющиеся вещества, то есть есть какая-то комиссия, которая занимается вопросами безопасности. Вот в этом плане, а деятельность этой комиссии, она как-то регулируется международными нормами, или это уже такая техническая вещь, которая на местном уровне? Ну, по соглашениям 36-го года все вопросы решает Турция, да, то есть никакого международного вмешательства там нет. Но, опять-таки, когда мы говорим о международных отношениях, есть позиция престижа, да, то есть престиж – это любого государства, он формируется, помимо прочего, из неукоснительного соблюдения достигнутых договоренностей, да. Поэтому я, например, не вижу никаких оснований, чтобы Турция создавала проблемы для невоенного судоходства. Ну, просто-напросто для Турции это мало что дает на самом деле. Более того, это будет затрагивать интересы третьих стран, скажем, которые не вовлечены сейчас в конфликтные отношения между Турцией и Россией, и поэтому, ну, скажем, представить, скажем, мотивацию практически невозможно. А что, объясните разницу, как этот договор 36-го года регулирует гражданское судоходство и военное? Гражданское судоходство регулируется в формате открытого моря, то есть любой гражданский корабль может пересекать проливы абсолютно беспрепятственно, ну, должен пересекать беспрепятственно. Военное судоходство регулируется, там несколько форматов есть. На самом деле, во-первых, определяется формат мирного состояния, да, то есть любой военный корабль, стран причерноморских может проходить проливы совершенно беспрепятственно, но в формате уведомления Турции, да, то есть Турция уведомляется, что тот или иной корабль собирается пересечь проливы и, соответственно, он их пересекает. Но это касается стран причерноморских. Если мы берем то же самое мирное время и берем страны, которые не входят в состав причерноморских стран, то есть не имеют выхода в Черное море, то здесь действуют достаточно серьезные ограничения по тоннажу и времени нахождения в Черном море. Там, если я не ошибаюсь, тоннаж колеблется от 30 до 45 тысяч тонн, совокупно, то есть не один корабль, а по совокупности, и количество дней пребывания не должно превышать 21 день, то есть 23 недели. Условно, например, индийский корвет направляется в Новороссийск. Здесь такая демонстрация флага, визиты вежливости. То есть он как не причерноморский, он уже по другой процедуре проходит через... Идет уведомление Турции опять-таки, фиксируется тоннаж, то есть совокупный тоннаж индийского флота в Черном море не должен превышать, ну, скажем, минимальная планка, да, то есть обычно указывают планку, это 30 тысяч тонн, там может колебаться, как я уже сказал, до 45. Ну, максимально. Значит, да. И на три недели он может спокойно входить, соответственно, в Черное море. После этого он должен покинуть. Соответственно, понятно, что даже вот в этом мирном формате фиксируется колебание, да, фиксируется нарушение. Например, если мы будем смотреть информацию российскую, то приводится, как правило, два кейса, которые выходят за эти рамки. Это ситуация в 2008 году, конфликт вокруг Южной Осетии, и ситуация 2014 года, конфликт, связанный с Крымом. Туда входили корабли стран НАТО, значит, когда в первом случае был нарушен совокупный тоннаж, а во втором случае был нарушен срок пребывания, то есть корабли находились дольше. Но получается, что это на усмотрение Турции, поскольку она член НАТО, она союзникам может делать любое отношение. Нет, это соглашение международное, то есть это не на усмотрение Турции. Другое дело, что, ну, скажем, международное право характеризуется же тем, что оно базируется на анархии международных отношений, то есть нет верховной принудительной силы. То есть, как я уже сказал, в большинстве своих случаев в настоящее время идет речь о престиже, либо, естественно, силовое давление. Ну, условно говоря, вошел американский корабль в Черное море, абсолютно легально в соответствии с международным правом, находится там дольше, чем 21 день, как это было в 2014 году. Естественно, каковы действия других причинаморских государств, которые, может быть, воспринимают это, ну, скажем, негативно. Естественно, они могут заявить какой-то протест, но дальнейшие действия какие? И по этому поводу же войну никто не будет начинать. Теоретически могут и торпедировать, кто же будет связаться с американским кораблем. Да не только с американским кораблем. Это новость. И мы возвращаемся к Турции, возникает вопрос, опять-таки, идет, мы фиксируем нарушение договоренности, но вопрос возникает о, ну, скажем, разумной целесообразности действий. Мы просто фиксируем это нарушение, то есть в плане правовом, в плане заявлений, каких-то, ну, скажем, обращений, в данном случае, видим, к Соединенным Штатам Америки, что пора корабль выводить, потому что Турция просто пропускает, Турция не обладает потенциалом же, ну, как бы, выставить за порог американский корабль. Соответственно, причерноморские страны могут заявить, ну, протестовывать нахождение американского корабля. Можно предпринять какие-то физические действия, как вы предложили торпедировать, но вопрос возникает не только относительно американского корабля, вопрос возникает, а нужно ли это делать, да? Тут то же самое, как мы берем кейс с российским самолетом, да, мы предположим, что он залетел на турецкую территорию, всегда же принимается решение, какие действия дальше предпринимать. Надо сбивать этот самолет или можно ограничиться нотой протеста, например, да? То есть, и, как правило, страны в такой ситуации, они исходят из, ну, скажем, разумной целесообразности. В случае 2008-2014 года, видимо, причерноморские страны вышли из того, что, ну, скажем, сама дипломатическая констатация факта нарушения, она вполне достаточна. Скажем, в свете последнего конфликта, а, еще один момент. Насколько я понимаю, опять же, после оглашения 36-го года, если Турция находится в этой странной состоянии войны, тогда она уже имеет полное право перекрывать любое судоходство. Там не говорится о, с кем Турция находится в состоянии войны, говорится о том, что Турция находится просто в состоянии войны или, более того, Турция считает, что ей угрожает военная опасность. В этом случае включается вторая составная часть, вот турецкий суверенитет над проливами, и Турция может полностью блокировать прохождение военных судов конфликтующих сторон, да, и, более того, если Турция сама не находится в конфликте, а просто страны воюют, то Турция, опять-таки, не пропускает военные корабли. То есть, там вот немножко сложно. И суверенитет турецкий отстаивается в этом плане достаточно так вот серьезно. То есть, условно, например, даже если, ну, опять взяли гипотетически, да, то есть, Италия начинает воевать с, ну, не знаю, там... Болгарией. С Болгарией. И Турция имеет право не пропускать военные корабли одной и другой сторон, потому что ей им это... В принципе, Турция не просто не имеет права, она вообще не должна пропускать. Да, просто. Да, но там очень важный момент, что вот фиксируется субъективная составляющая. То есть, Турция может считать, что ей угрожает опасность. Да, вот в данном случае, например, когда разговор зашел о том, что Турция может перекрыть проливы для российского флота, это связано именно с тем, что нет необходимости, чтобы Россия начала воевать с Турцией, достаточно того, что Турция может заявить, что она считает наличие военной угрозы реальной. И это уже ограничивает военное судоходство. А тогда вопрос, если они предпримут такие действия, ну, или когда предпримут такие действия, что будет потом с точки зрения международного права и вообще реакции государств? Ничего не будет, это совершенно... То есть, скажем, если мы говорим о... О российско-турецких отношениях. То есть, с точки зрения России? Ну да, то есть, они что в ответ могут предложить? Если только... Ну, Россия уже показала все, что она может предложить в ответ на сбитый самолет. То есть, в принципе, я не думаю, что что-то будет выходить за рамки этого вопроса. Ну, наверное, осталось только еще такое обычное авиационное сообщение прервать, разорвать дипломатические отношения. Ну, такие вот, все, что осталось. Ну, в принципе, да. Но это все лежит в формате санкций, в формате ослабления взаимоотношений, которые имеются между странами. По большому счету понятно, что, опять-таки, если возвращаясь к структуре международных отношений, реакция может быть либо дипломатическая, если мы экономические санкции будем сюда же относить, либо военная. Очевидно, что военной реакции в данном случае быть не может, да, то есть, скажем, поскольку любая военная реакция России на режим проливов, если изменение режима пролива не выходит за рамки международного права, за рамки соглашений, да, 1936 года, то любая реакция России военной будет рассматриваться как агрессия. Тогда включаются все механизмы НАТО, связанные с защитой любого члена этого альянса, да, то есть, соответственно, я с трудом могу представить, что может быть какая-то реакция, опять-таки, повторюсь, за рамками того, что было предпринято в ответ на сбитые истребители, самолет. То есть, пока то, что мы можем наблюдать на сегодняшний момент, скажем, движению танкеров с нефтью из Казахстана через проливы Босфоры до Донеллы ничто не угрожает, экстраординарно. Нет, ну, да, ничто не угрожает нельзя сказать, потому что понятно, что судоходство, морское судоходство – это зона та или иная риска, да, то есть, я не знаю, там, ну, словно скажу, азберг заплывет, да. Ну, с точки зрения, ну, скажем, режима проливов, я бы говорил о том, что вероятность проблемы крайне мала. То есть, это больше все рассматривается на уровне гипотетических построений? Ну, скорее всего, да, и более того, с моей точки зрения, речь идет о гипотетических построениях даже лиц, не находящихся на уровне принятия решений. Да, то есть, обычно, когда мы говорим о техническом уровне, когда мы говорим о решении вопросов лицами, принимающими решения или лицами, находящимися на уровне выработки решений, то, понятно, такие вопросы, они просто-напросто даже ставиться не будут, потому что на данном уровне все, скажем, технические, юридические вопросы, они очень хорошо известны, и, соответственно, даже, скажем, смысл ставить такие вопросы нет. А вот за время, скажем так, действия этого договора 1336 года, то есть, как, например, функционировали, ну, если вам известно, как функционировали эти проливы во время Второй мировой войны, то есть, например, насколько я помню, там всего какие-то итальянские суда входили в Черное море. Ну, я боюсь предполагать, как там шли эти процессы, это надо пробивать, я, к сожалению, не являюсь военным историком, здесь моя компетенция ограничена очень серьезно. И это, получается, уже с точки зрения сегодняшнего дня и сегодняшней ситуации, это далекое прошлое. Да, но более того, и, скажем, формат международных отношений меняется, да, то есть, понятно, что если мы говорим о формате современных войн и формате войн первой половины 20-го века, эти войны имели совершенно разный формат, да, то есть, поэтому здесь даже, ну, скажем, сам перенос он мало обоснован. Большое спасибо, у нас в гостях был Рустам Бурнашев, мы говорили об Асфории Дарданеллах. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok